Девушки отдыхают С точки зрения на сцене, там стояло 10 человек, которые в демократической партии вызывают внутри демократической партии наибольшие симпатии среди членов этой партии. Идеи, которые они высказывают, поддерживаются каким-то определенным количеством людей. Был отсев, и поэтому туда попали только те идеи, которых поддерживаются публикой. Не менее двух или трех процентов всех демократов опрошенных должны их поддерживать. Стоял Джо Байден, это наш бывший вице-президент, у которого поддерживают его 32-33%. Рядом с ним, это он был фронтранер, то есть самый главный. Рядом с ним слева-справа были два человека, которые наступают ему на пятки. Сенатор Элизабет Уоррен и, значит, сенатор от наш любимый Берни Сандерс, от штата Гермон, который то независимый, то он демократ, то он демократический социалист. По-моему, сейчас он просто социалист, если не ошибаюсь. Они делят приблизительно, у каждого из них приблизительно по 20% голосов. То один немножко перейдет другой, и дело в том, что они как бы на тот же самый электорат разговаривают, то есть самые крайне левые представители партии. И как только один из них отвалится, а один из них отвалится, скорее всего, Берни Сандерс, с моей точки зрения, то второй получит вот эти 40% и сразу же обскочит Байдена. То есть они, эти два человека, не менее важны на сегодняшний день, чем Байден, с точки зрения выражения их идей и принятия их идей в среде демократической партии. Кроме того, на сцене было еще несколько человек с достаточно радикальными идеями, но они уже делят все, что осталось. Что называется, у Байдена 30, у них 40, это 70, а остальные 30, значит, разделились между остальными семью участниками. У кого-то немножко больше Камала Харрис, у кого-то немножко меньше, там, так сказать, там, Бутиджач, там, так сказать, и еще пару человек. Рорк, Орорк. Но что я хотел, о чем я хотел поговорить, это о том, значит, не идеях конкретного одного человека, а о том поле идеи, о том, значит, вот что на сегодняшний день демократическая партия себя представляет. Потому что, послушав эти 10 человек, которые 70%, наверное, это, так сказать, не 70, а 90, 100% выражают как группа чаяния и взгляды демократической партии, мы можем уже говорить об этом. Так вот, значит, я пришел в состояние ужаса, в состояние совершенно ошарашенности, хотя я, конечно, все это ждал, я все это слышал. Но когда тебе в течение, там, больше, чем в, о, порядка трех часов все это слышно, если не ошибаюсь, значит, порядка трех часов тебе рассказывают о том, какой хороший социализм, и как он с человеческим лицом, и как он будет по-другому в Америке, не так, как в фашистской Германии, знаете, что фашизм, это, так сказать, национал-социализм, да, вот, не так, как в Советском Союзе, где там интернационал-социалисты, не так, как в Китае, где там просто, так сказать, там, социалисты, а не так, как во всех остальных, там, 34 странах, которых пробовали эту идею, в которых она привела к миллионам смертей, к полному обнищению населения и тому подобное, вот, как у них это будет по-другому, а, значит, и идиоты в зале сидящие взрывались аплодисментами, когда им говорили о том, что все будет бесплатно, все берем, все поделим, а кто, значит, вот, там, действительно, единственное, что не произносилось, просто мы посадим в концлагеря тех, кто с нами не согласится, но это имелось в виду, потому что, вот, если человек, например, человек приходит и говорит, отдавай, он говорит, не отдам, ну, его, там, скажем, либо берут в тюрьму, собирают, либо стреляют, правильно? Значит, сначала стреляют, там, для страстки, и потом думают, а что их тратить, они же могут у нас, там, каналы рыть руками, там, так сказать, лопатами, и берут в конце, так сказать, такие, так сказать, исправитель, трудовые исправительные лыгаря, вот так они назывались, по-моему, в Камбодже, так они назывались в Китае, там, ну, в общем, как положено. Значит, основная идея, они там дематировали несколько вопросов, к экономике практически не касались, потому что экономика, это у них завальный вопрос, у них никаких идей нету о том, как сделать экономику лучше. С их точки зрения, они сделают жизнь американцев лучше тогда, когда отберут у тех, у кого есть лишнее, с их точки зрения, то есть, о том, что это лишнее, оно, как бы, вот, вкладывается потом, и на это строится, и на это что-то делает, и те, у кого нет, потом могут там работать, у них такой идеи совершенно не существует, у них существует идея, вот, есть некая статус-кво, деньги зарабатывать сложно, а отнять легче, потому что они уже, вот, так сказать, существуют. Там, Берни Сандерс в своей жизни копейки не заработал, что называется, честным трудом, он до того, как он пошел избираться, там, ему было уже, по-моему, под 50 лет на мэра какого-то маленького городка, до этого времени он прошел через трех жертв, которые его кормили, трех или четырех, а четвертое сейчас. Значит, он сидел на футстемпах, сидел на помощи, сидел на том, то есть, он вообще не понимает, как можно зарабатывать. Теперь он рассказывает нам всей стране о том, что вот, таким образом надо зарабатывать деньги. Каким таким, вот, значит, есть люди, у которых есть деньги, мы от ними мы поделим. Идея абсолютно такая ленинская, даже не Маркса, которым до такого не додумался, а ленинская, о том, что если у тебя есть два стула, а у кого-то нет ни одного стула, то, значит, государство, то есть, вот он, Ленин Владимир Ильич, может послать к тебе здоровых, то есть, белозубых ребят, они отнимут у тебя второй стул и отдадут тому, кому с его, с их точки зрения, этот стул нужен. Не важно, может, этот человек японец, он не нуждается в стуле, он сидит на, не имеет никакого значения. Они все равно заставят японца взять этот стул, а если он не возьмет, и влобят ему тоже, чтобы плевали они и на того, и на другого. Значит, вот говорили они в большинстве не о экономике, а о двух других предметах, любимых очень ими. Это медицинское обслуживание, которое должно стать совершенно бесплатным для всех. И, значит, мало того, что бесплатным для всех американцев, потому что стать бесплатным для всех, кто вот находится на территории Соединенных Штатов Америки, потому что их жалко, их жалко. А кроме того, ни в коем случае нельзя закрывать границу, нужно ее, наоборот, открывать, потому что эмиграция – это кровь нашей страны, поэтому если сюда придут еще 100 миллионов, то это у нас будет много крови, но их мы тоже будем бесплатно кормить, бесплатно одевать, бесплатно селить и бесплатно лечить. А потом, значит, что-то еще будем бесплатно делать. Ну, в какой-то момент мы не сможем этого делать, естественно, потому что там их стоит 100 миллионов, 200 миллионов, так сказать, не знаю. Если все здесь будет бесплатно, естественно, сюда помчится весь мир. И через границы будут открыты, да? То есть только в аэропортах будет стоять, так сказать, охрана, а вот если перешел через границу, сам перешел, пришел, значит, подъехал на машине, перешел в границу, я встретил другую машину, поехал дальше, так можно. И, естественно, они разговаривали о том, какую опасность представляет из себя мировое потепление, которое изготовлено, просто толкает к этому человечеству, к этому мировому потеплению. Спор между ними шел только такой. Значит, если не ошибаюсь, то кто же из них, кто-то из них предложил три, полтора, а, Байден предложил полтора триллиона, если вы представляете, сколько это денег, да? Вот, полтора триллиона найти, где-то нанять, занять, я не знаю, так сказать, заработать мы их не сможем, естественно, и бросить их на то, чтобы больше воздух к, по-моему, к 1955 году, таким образом, по его плану, мы перестанем вот эти вот, так сказать, то, что называется парниковый эффект, эти газы, которые парниковый эффект делают. Нигде, кстати, не доказано, что действительно человек влияет на мировое потепление, и пока что, значит, как только цифры начинают проверяться нормальными учеными, которые умеют считать, то выясняется, что там подделано, здесь неправильно, так сказать. И они все время нам говорят, что, я помню, в 2000 году была передача по ABC, которую я услышал, и пришел в ужас, потому что там сидела, значит, группа из очень высокооплачиваемых ученых, и рассказывала, что ровно через 15 лет, то есть в 2015 году нас уже не будет, потому что показывали графики, увеличение жары, температуры, значит, нас, например, сгорит, а те, кто не сгорят, тех, значит, в океане потонут, потому что океан, так сказать, невероятное количество метров поднимется, значит, из-за тающих льдов там и всего остального. Будут дожди, бури, полный потоп, то есть вот великий потоп, который был когда-то, он пустяки по сравнению с тем, что он произойдет сейчас, а, кстати, первого за только Табалу, который за 15 миллионов долларов только что купил дом прямо на берегу океана, ну, дом, поместье огромное, прямо на берегу океана, и, очевидно, он не услышал про то, что и мировое потепление идет. Значит, вот Байден предложил полтора триллиона, на что, значит, сразу же, если не ошибаюсь, только Бетти Орорк предложил три триллиона туда. Есть такой еще человек, значит, Кастро, который сказал, что меньше пяти вообще работать не будет, а, значит, наша представительница калифорнийская Камала Харрис сказала, что надо бросить 10 триллионов, вот. Десять триллионов надо бросить. Вот. Я думаю, что они имеют в виду, что они их напечатают, но тогда на триллион можно будет купить спичечную коробку, там, или там приблизительно полстакана семечек на базе. А, значит, напечатают все это и внесут эти вот триллионы, чтобы бороться с мировым потеплением. Но они, конечно, не дошли, не доскакали до уровня Берни Сандерса, который вообще заявил, что, вот, он же соавтор великого проекта, значит, Аказии Кортес, Александра Аказия Кортес, которая предложила с его подсказки, кстати, вообще все самолеты, чтобы перестали летать, вообще все машины сто процентов перестали ездить, потому что у них двигатели внутреннего сгорания, предложила отключить полностью все системы отопления, охлаждения. Я не придумываю, я клянусь, я не придумываю, я это читал в их предложении, вот, об этом долго говорили. Сейчас все это перестали. Вот, значит, полностью все, потому что, если в течение 12 лет мы это не сделаем, то вот опять, значит, там, очень скоро, вот точно так же в 2000 году, там, через 15 лет, обязательно, значит, мы, океаны выйдут из берегов, значит, затопят все, что можно, те, что не затопили, будут выжжены, значит, палящим солнцем. Или просто жарой, значит, мы все равно все погибнем. Каждые 15 лет они нам будут рассказывать, что мы погибаем. Значит, вот слушать всю эту ахинею, да, и Сандер сказал, что даже 10 триллионов не помогут, надо полностью, значит, вот, все это вырубать, перестать пользоваться электричеством, перестать, ну, кроме того, электричество, которое сделано, значит, ветром, с ветряных мельниц, которые убивают птицы, поэтому, значит, те, которые борются за птиц, там, и животных, они требуют их отменить. Ну, и, значит, единственное, что остается, это солнечные батареи, то есть половину земли покрыть солнечными батареями для того, чтобы вторая половина земли могла бы существовать. Ну, такая интересная, так сказать, перспектива. В общем, жизнь, судя по тому, что нам рассказывают, значит, демократы рассказывали вот вчера на дебатах, если Трамп будет продолжать быть президентом, то она на земле закончится, потому что Трамп не борется ни с чем, он даже вышел из парижского соглашения, а, значит, и вообще, так сказать, разрешил даже, так сказать, каких-то там птиц, которые там водятся всего в 114 местах, их всего 11 миллионов, разрешил их убивать, потому что, ну, потому что он Трамп, да, как говоришь, Трамп сразу надо рычать, такой, Трамп, вот, не важно, что он делает. Даже когда он проводит реформу тюремную, которую они там 25 лет пытались провести, ничего не получило, но сам провел, оно ужасное, потому что он плохо ее провел, что он в среду ее начал, а не в четверг. Ну вот, и чтобы закончить все это, вторая тема у них была, значит, естественно, здравоохранение, которое совершенно необходимо вести абсолютно не так, как ведет Трамп. Половина из них даже больше кричала, что нужно вообще все отменить и передать все в руки государству и будет намного лучше. Ну, оно будет работать как, может, не как в Советском Союзе, но как в Чехословакии, скажем. Вот. Все будет бесплатное, врачи бесплатные, там, медсестры бесплатные. Ну и, значит, то есть надо будет платить под полом, чтобы для тебя приняли, чтобы тебе дали хорошее лекарство, чтобы тебя там направили на анализы, там, потом мы знаем все. Называется, значит, блат. Ну, блат либо деньги, так сказать, да. Одну из двух. То есть, с одной стороны, бесплатная, а с другой стороны, платная. Все тем, кто хочет действительно лечиться. А вторая половина, значит, в главе с Байденом говорили, что нет, надо оставить Обамакир, но надо ее значительно расширять, улучшать, там, и тому подобное. Обамакир абсолютно загибается. Придумана она была не для того, чтобы долго существовать, а для того, чтобы она развалилась, и вот ввели бы эту государственную. Кстати, вот, значит, медицина, вот, где-то 15-18 процентов всей промышленности нашей. Вот, поэтому, если это уходит в руки государства, вот, если вы представляете, сколько бизнесов обслуживают ее, ну, в общем, миллионы рабочих мест, и тому подобное. То есть, будет, во-первых, она ужасная, а во-вторых, это, конечно, так сказать, даже уже не социализм, это уже, так сказать, черт, что у нас будет происходить. А подпольно будут лечить, подпольно, так сказать, зато все будут делать аборты, и кто хочет, прямо на улице, так сказать, подходи, и будут делать аборты. Так что, вчера вот было совершенно ужасное ощущение от того, что половина населения Соединенных Штатов Америки ведется на все это, и считает, что это вот так оно и есть, так и надо это делать. А, значит, люди, которые стоят на сцене, например, Элизабет Уоррен, она, как бы, умный человек, так сказать, ну, там, не важно, что она там врала при поступлении в институт, что она меньшинство, что она, значит, Native American, ее приняли по этому поводу, может, приняли бы и без этого, мы не знаем. А потом, значит, на том же основании ее приняли преподавать, потому что она была единственная, значит, индейка, да, среди, так сказать, всего университета, поэтому, значит, ей предложили преподавать такую профессорскую должность, очень гордились тем, что вот у них Native American есть в качестве профессора. Вот, ну да, в 2000 году выпустила книжку, она потом переиздавала в 2002, где она, как бы, так сказать, основу политэкономики своей, своей рассказывала, и все очень правильно, все очень точно, все хорошо, так сказать, как нельзя людям, там, давать подачки, она писала, потому что это их возвращает, это, наоборот, отбрасывает назад или вперед, ну, очень нормально это. В общем, если бы она сейчас это зачитала со сцены, то ее бы забросали помидорами. Поэтому она, значит, не, даже не флюгер, она такой ветер дующий, который, значит, вот куда двигается, она туда бежит, и самая первая там становится. И она, значит, у нас самая первая социалистка, если не считать Берни Сандерса, конечно, ну, я думаю, что она его вышит. И последнее, что я еще хотел сказать, что, так сказать, в общем, как бы прояснилось, что, значит, за кандидатурой Камалы Харрис стоят люди Обамы, то есть Обама и его команда, пытаются ее, так сказать, проталкивать и прочее, а за Элизабет Уоррен стоят люди Клинтонов, у которых тоже достаточно серьезная машина, так сказать, подготовленная, и как много уже раз случалось, эти команды сталкиваются, сейчас столкнулись носом, но я думаю, что кто-то из этих дам и будет, собственно, представлять демократическую партию на выборах, на, так сказать, против Трампа, и, честно говоря, даже не знаю, кто из них хуже, просто не знаю, кто из них хуже, поэтому не буду, не буду говорить, кто лучше, чем лучше, чем хуже и прочее, это очень плохо, это очень, просто очень-очень-очень плохо, и, посмотрев на эти дебаты, стало понятно, что, ну, нельзя больше ни за кого голосовать, кроме как за Трампа. Сережа? Некоторые внимательные зрители отметили, что американских флагов на поверхности Луны было больше, чем на сцене во время дебатов. Ну, это же стыдно быть американцем, а тем более белым. Они все время кричат, что, значит, вот белым быть стыдно, мы будем выбирать на молодую кровь, у нас новые идеи. Значит, Байдену 79, да? Или 76, сейчас сооружу. А этому самому Бердис, Андресу 79, а Камали Харрис 71. На 49-м, значит, 70, ей в июне исполнилось 70 лет. То есть, вместе они уже за 250, значит, перескочили. Вот это, значит, молодое поколение, новые идеи и тому подобное. Они белые, они гетеросексуал, ну, Байден совершенно точно просто трогает, лапает всех женщин, которые оказываются в метре от него, он тут же пытается от него прижаться сзади, либо, значит, потрогать. А остальные вроде тоже. По крайней мере, ни в чем другом не замечены. А на сцене практически не было ни одного, значит, ну, там практически. Есть был, Коля Бухер, афроамериканец. И Камала Харрис, который все время пытается себя тихо называть афроамериканкой, а на самом деле у нее мама индианка, не индейка, а индианка из Индии, да? А папа из семьи плантаторов, у которых было много рабов. То есть, таким образом, она действительно имеет черного отношения, через дедушку там и плантатора. Вот. Она пытается себя так тихо называть. Мы там цветные, мы colored people. Она пытается заигрывать с ними. Но черные как-то на это не ведутся, не верят они, что она черная. В общем, идеи старые, люди старые, власть не выпускают, не могут никак расстаться с ней. Демократическая партия в состоянии, в котором они идей нету. Есть единственная идея отобрать и поделить, и кто будет больше отбирать, и кто будет делить так, а кто будет делить ся. Вот и все, насчет чего они там спорят, с моей точки зрения. И, конечно, Трамп, 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 Трамп. В предыдущих дебатах они все время говорили, о какой плохой президент был Обама, но все одумались, я думаю, что пришла, значит, бумага из демократической партии, чтобы Обаму перестать, значит, ругать, и кроме этого не произошло. Только хотел поправить, через месяц и неделю Камале Харрис исполнится 55, она 64-го года. Помолокла? Молодая. Относительно молодая. Молдуха, ну просто молодуха. Молодая. Это известно тем, что она в 18 лет, когда ей было, начала жить, значит, активно, или пусто, не знаю, сексуальной жизнью, с, значит, Уилли Брауном, которым это было 60, с небольшим, и он был самый, так сказать, самый влиятельный демократ в штате Калифорния, был мэром там, потом, надо сказать, вот, и представителем ассамблеи, то есть он был такой, так сказать, дилер, как бы, деятель демпартии, и, так сказать, ну, так сказать, система взаимных услуг, он начал оказывать ей взаимные услуги, она в это время закончила, значит, университет за это время, стала юристом, он ее пристроил сразу же, довольно скоро и она стала после этого главным прокурором Сан-Франциско, не больше, не меньше как, потом ее засунули, значит, через те же самые связи, уж не знаю, она продолжала с этим, так сказать, отношения, или с кем-то другим имела, она хорошенькая такая, вполне, так сказать, значит, стала главным генеральным прокурором Калифорнии, кстати, на прошлых дебатах ей так дали по мозгам за дело, которое она делала, ее однопартийка, которую потом и не пустили на эти дебаты, хотя она прошла, прошла по цензу, но выдумали, что-то придумали и не пустили, чтобы она больше не приставала к Камале Харрису, а, значит, обамовские люди ее курируют, поэтому, значит, ее выкидывали, а как, вы знаете, в прошлый раз, когда, значит, между Клинтоншей и Берни Сандерсом была эта самая драчка, то так как стало понятно, что Берни может выиграть, не дай бог, потому что идет к этому, тенденция шла, то они взяли просто в компьютере, взяли 5 миллионов человек, убрали у него, а приплюсовали их к Клинтоншей, а она выиграла, то есть все очень легко, да, он же не догадался это сделать, а она догадалась, вот, так что у нее лучше поможет. Так что сделала и сейчас Камал и Харрис, начал человек мешать, его раз, так сказать, и выкинули с Гавайев, девушек, с Мержа, майор, так сказать, действительной службы, там, запасе, я не знаю, там она или кто-то еще, ну такая, серьезно, нормальная девка, так сказать, с хорошими мышлениями и тому подобное. Не хрен ей мешать, значит, нашим планам по, значит, поцарению Камалы Харрис. Вот, значит, вот. Давайте примем звонки, добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, ну, во-первых, Леон, спасибо вам, наконец-то я поняла, почему это Камала Харрис вдруг решил стать афроамериканкой, ну, естественно, раз она креатура Обамы, он ей даст голоса, передаст голоса черных, поэтому ей надо быть афроамериканкой. Вот, к сожалению, у Элизабет Ворон сейчас уже это не получится быть представительницей индейцев, но она другую себе нашла, так сказать, стадию. Да вот у меня вопрос такой, значит, есть там самые выдающиеся социалисты, это Крэйзи Берни Сандерс и теперь уже и Крэйзи или спящий этот наш Байден, которого Хулио Кастро обвинил в том, что он как бы забыл про легаси замечательного президента Барака Хусейна Обамы. Так вот, какой легаси все-таки вот этот вот Хулио Кастро хочет поддерживать туалеты для девочек, куда могут входить мальчики, которые вдруг почувствовали себя девочками или вот это вот Медикал Обама Керр, обещали, значит, 2,5 тысячи, что они сэкономят в каждой семье, а на самом деле 2,5 тысячи оказался перерасход для каждой семьи, не говоря о том, что и сейчас и хуже обслуживание и все остальное, какое все-таки легаси такое, которое надо сохранить. Спасибо большое. Ну, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Значит, первое замечание, вот почему-то мы всегда говорили о мужчинах, которые хотят ходить в женские туалеты и ни разу не слышали о женщинах, которые хотят ходить в мужские туалеты, потому что они в этот момент подчувствовали себя мужчиной. Не заметили мне такого интересного подробного. Вот. Теперь, значит, насчет легаси. 90% демократов опрошенных считают, что Обама потрезающий президент и считают, что все успехи, которые, значит, приписываются Трампу, это на самом деле успехи Обама. Он заложил, значит, этот самый успех. Значит, у него шло снижение безработицы, повышение количества рабочих мест, тому подобное. Они все время строят графики и показывают, что вот то, что происходит у Трампа, это просто продолжение. Это и кривое продолжение, то и кривое. И рост, значит, рынок рост. И вот, так сказать. Значит, то есть, они абсолютно уверены, и их уговаривают в этом, естественно, все средства массовой информации, о том, что Трамп только вот, спасибо, что называете Трампа, потому что ему не удалось развалить, а все остальное сделало Обаму. А второе, то есть, у Легаси есть, второе, они абсолютно не помнят, что он ничего не сделал для черной комьюнити, и то, что я считал, что он должен был что-то отдельно для нее делать, но, есть ли демократы как принцип расисты. То есть, они называются антифашисты, на самом деле, они фашисты, называют себя антирасисты, на самом деле, и расисты. Почему? Потому что они постоянно обращают на это внимание. Ну, совершенно моим внукам все равно, которые учатся от киндергардена до последнего класса школы, у меня их несколько, им совершенно всем все равно. Я когда спрашиваю, а он кто? Они говорят, кто-кто? Я говорю, ну, такое имя, он что, иранец? Он говорит, кто такой иранец? Ну, он черный? Нет, говорит, не черный, коричневый. То есть, они не понимают этого. Значит, нет у них вот этого ощущения. Но смотрите, что делают демократы. Надо принимать черных в университеты. То есть, они бум, сразу же выделяют категорию, да? Надо защищать эту группу, хотя никто на них нападает. Снова бум, выделяют категорию. Мусульмане, они все время выделяют категории по религиозному принципу, по принципу цвета кожи, по чему угодно, кроме как по собственным мозгам. Этого делать нельзя. И поэтому в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, Деблазио, тоже представитель демократической партии, социалист, коммуняга, который участвует в этих самых предвыборной гонке, он торжественно объявил, что больше в Нью-Йорке не будет ни специальных классов для талантливых детей, ни специальных школ для одаренных детей, ничего подобного, потому что проверка выяснила, что там в основном белые и азиатские дети, а черных и мексиканцев нету. Поэтому это точно доказало, что они расистские. То есть проверить, как, скажем, туда попадали люди, решали задачи, не решали и тому подобное, как они успевали писать сочинения или читать, нет. Раз там нет черных и мексиканцев или там поэртоликанцев, значит, это расизм. И отменили сразу. Вот этот бред, который привит половине страны и охватывает все больше и больше нашей молодежи, он приводит меня в состояние абсолютного ужаса. С другой стороны, я думаю, слава богу, я уже не буду жить в то время, когда они этот самый наш мир построят до основания, вопреки, я не знаю, там разрушив все, что Америка строила здесь 200 с лишним лет, они разрушат это за одно поколение просто. Потом это хрен построить. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с Леном Майнштейном. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, Леон, здравствуйте, Сергей. Вчерашние дебаты напомнили мне собрание троянских коней. Скажите, пожалуйста, все они пытаются истратить на свои бредовые идеи триллионы-триллионы долларов и не скрывают, что эти деньги они отнимут у богатых и у среднего класса. Вот, как мы знаем, многие богатые наши представители таксорос, я ладно знаю, что он идет, а и другие, они что, не осознают того, что за ними придут первыми и у них самих возьмут все, что у них осталось и уже то, что не останется у них, отнимут у других. Вот это население, что они понимают того, что произойдет. Спасибо. Ну, я думаю, что они по-другому видят картину. Сначала, тут, на самом деле, в этом вопросе два вопроса. Первый, неужели те, у кого там денег меньше, чем у очень богатых, неужели они понимают, что придут за ними, за их деньгами, и второе, неужели очень богатые не понимают, что они являются, так сказать, точно такой же целью, как и все другие очень богатые, даже если они, ну, скажем, так сказать, кооперируются и помогают и финансируют левые. Ну, вот, начнем с, понимают ли, средне-богатые. Что такое средне-богатые, вообще не очень понятно. Вот у меня была приятельница одна, она была такая левая, ужасно, много лет уже тому назад, ужасно левая, там, работала в университете здесь, в Калифорнии, что-то все время говорила о том, что надо там у богатых отнимать. Вот один день, значит, я ее встречаю, и у нее какое-то ужасное настроение, я говорю, на какой-то вечеринке, я говорю, что такое случилось, она говорит, понимаешь, я вот, она в ЮСЕ работала, это даунтаун наш, я, говорит, там остановилась в даунтауне, в не очень хорошем, так сказать, районе, где несчастные и бедные люди живут, которым никто не помогает, и подошла одна сумасшедшая и взяла и гвоздем мне процарапала мою машину и ушла, значит, а я, значит, открыла окно и кричу, и зачем, что ты делаешь, она взяла и это окно плюнула и ушла. Я говорю, что ты думаешь что происходило, она говорит, она, она не того, значит, ненавидит, это не меня надо ненавидеть, это надо богатых ненавидеть. У тебя машина есть новая, когда ты ее купил два месяца тому назад? Ты работаешь, я говорю, ты профессор, да, профессор, ну и что? Я говорю, кроме того, у тебя родители оставили дом, да, вот, то есть у тебя все в порядке, ты богатая, какая богатая? Я говорю, ну как, с ее точки зрения ты очень богатая, Они, с точки зрения людей, которые хотят забрать, они очень богатые. Никто не считает, сколько денег в кармане. У тебя есть, поэтому за этими деньгами пойдут. Потому что все время, если будут голосовать те, кому... У нас потрясающая система. Принимать решение о том, что делать с деньгами, которые заработали люди, которые работают, это разрешено тем, кто не работает, а наоборот получает эти деньги. Они всегда будут голосовать за то, чтобы немножко еще больше себя, и немножко еще больше себя, а потом множко. Потому что они поймут, что у них есть такая возможность. Значит, это вот то, что называется средний класс, который не понимает, что придут за ним тоже. И радостно кричит, надо отнять, у богатых. Кто такие богатые, это какие-то плохие какие-то. Кто стал богатым, сразу стал плохой. Не важно, что ты изобрел лекарство от чего-нибудь, так сказать, и там полтора миллиона человек из-за тебя выздоровел, или там, так сказать, спас ты жизни кому-то и тому подобное. Это не имеет никакого значения. Ты богатый, значит, ты плохой, тебе надо раскулачивать, отнимать. У тебя есть два стула, давай один у тебя отнимем. Значит, теперь насчет Сороса и тому подобное. Вы знаете, они вот эти вот, которые там, они действительно считают, что их это не коснется, потому что они думают, что они и будут одни из тех, которые будут за заборами, так сказать, внутри сидеть там и руководить, либо дергать за веревочки тех, которые руководят. И только они понимают, что после того, как те, которых они дергают за веревочки, они, значит, допустим, победят, то тут же возникнут еще большие шакалы, которые их съедят, потому что можно уже, и вот тогда пойдут и за этими. Как было всегда, во французскую революцию, в российскую революцию, в какую угодно, во всех революциях. Как только сжирали, значит, вот тех, которые были ручные, и которые должны были просто, так сказать, улучшить ситуацию, да, значит, сразу же, так сказать, приходили те, которые, значит, уже всех раскулачивали. И единственный способ удержаться для них, это вот как предлагал Горетто Муссолини, и начал делать, потом Гитлер, потом ФДР, Франк Ладель и Рузвельт начал пытаться делать от США к Америке, а сейчас получилось у Китая. Вот у всех остальных не получалось, а у Китая получилось. Вот тут, пожалуйста, при полном слетии высшего, так сказать, капитала, скажем так, с высшим руководством страны политическим, когда они есть одно и то же, то есть, они, так сказать, абсолютно неразрывны, они вместе, и они полностью контролируют, вот они полностью контролируют всю политическую, культурную, политическую жизнь страны, вот тогда и получается удержаться, и тогда все хорошо. Моя банда победила все остальные банды, мы заняли главенствующие места, и сейчас не даем никаким новым бандам организоваться. Давайте примем еще, Сланок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Леон, вы знаете, мне кажется, это не совсем так, как бы, потому что вот это вот нератив, что мы отнимем у богатых, уже десятилетия идет. Мне кажется, это просто для доурачивания дураков, извините за тавтологию, потому что самые богатые уж точно останутся вместе с ними, и их никто не будет раскулачивать, потому что это, как бы, страна все-таки несколько другая, не как Россия в 17-м году. Поэтому это просто дурит, дурит нас постоянно, что будут отнимать у богатых. Никогда не отнимали у них, и никогда не будут отнимать, потому что, если посмотреть, богатые, все, которые говорят про богатых, вот все те, которые стояли там на сцене, они все миллионеры. Все до одного, включая даже этого Сандерса, который никогда в жизни не работал. Поэтому вот, мне кажется, вот так вот. Это все для того, чтобы нас сделать бедными и зависимыми, нас сделать рабами, а они останутся при деле. Спасибо. Ну, вполне возможно, что так оно и есть, не противоречит тому, что я говорил, потому что я сказал, что придет, так сказать, та банда, которая вот сейчас орудует, они орудуют вместе с этими, и они, когда захватят власть, естественно, они не будут у своих отнимать, у чужих будут отнимать, у своих не будут, у других. А потом придет совершенно новая банда, которая и у этих отнимет. Да, конечно, задача заключается в том, чтобы заставить народ молчать, вот как, условно говоря, христианство было использовано в Европе для того, чтобы привить народу идею о том, что вот, так сказать, чем хуже вам в этой жизни, не ропщите, не делайте лекарь, потому что не волнуйтесь, как только уйдете в следующую жизнь, там богатым пролезть в рай, как в Ерблю, Довугольное Ишко, Ужлушко, ну и тому подобное. А мы, значит, те, которые сирые, страдаем, мы тут же попадаем в рай, поэтому, значит, в этом мире терпите специально, чтобы отомстить следующим. Ну и те, кто поверил, те терпел. А я сейчас не говорю про религию, я говорю, как она использовалась, да? Абсолютно точно так же в России сейчас используется та же самая религия, так сказать, терпите, идите голосовать за того, за сего. Здесь у них другая религия, леватская, леванчизм, не знаю, как ее точнее назвать. Левтизм. Они хотят ее называть социалистическое, коммунистическое, но назовем ее, так сказать, левобосяцкое. Значит, они ее принимают, если ты в университетах веришь в чему-то другое, тебя распинают, тебя выгоняют, профессор ты или нет. Причем выгоняют не только студенты, которые устраивают обструкцию, но и выгоняют руководство университетов, которое сплотилось, и они сейчас борются за то, чтобы переделать мир, и он был более справедливый. А более справедливый очень-очень просто. Мы завидуем кому-то, и мы не можем ничего с этим сделать, поэтому мы их хотим раскулачить. Вот и все. Ну, скажем, тех, кто традиционно поддерживает демократическую партию, в силу того, что прошли машину по промыванию мозгов в университетах, в колледжах, или в силу специфики психики, психологии, чего хотите, с этими как бы все понятно. Но вот те, кто как бы называют себя республиканцами, называли себя консерваторами, и, может быть, даже никогда не голосовали за демократов, голосовали за республиканцев, тех, что принято называть нево-трамперами. Вот они говорят, Трамп такой-сякой, то они обвиняли Трампа в антисемитизме, а потом, значит, он по отношению к женщинам себя не так вел, потом он не такой красновечивый, как, скажем, его предшественник, и вообще вульгарный, и вот твиты пишут вот постоянно, и это раздражает их. Насколько их аргумент справедлив, весом, оправдан, потому что они не пойдут за него голосовать по-прежнему, они могут остаться, сидеть дома. Ну, что делать? На самом деле, разделяющий, так сказать, вот эта самая линия разделяющая проходит не там, которые называют республиканцами, демократами. Можно быть там демократом и думать как бы нормально, да? Вот там, я знаю лично несколько таких. Можно быть республиканцем, и меня приводит в ужас от того тех идей, которые они, так сказать, высказывают. В этот раздел проходит по-другому. Раздел проходит по, то, что называется, стейтизм в американском, так сказать, скажем, английском, американском языке, а в русском, не знаю, как его назвать, там, государственность, допустим, да? То есть вмешательство государства в жизни человека. Если человек считает, что нас вот в ту точку, в которую мы пришли сейчас в Америку сегодня, и сегодня, позавчера, неважно, да, за 230 лет, привело то, что каждый отвечал за себя, при том, что, так сказать, группа населения вокруг пыталась помогать, там, так сказать, чем могла, там, так сказать, если погорели, то приводили домой, там, штаны давали, так сказать, покужат, если что, да? Вот. Ну, в принципе, человек отвечал за свои поступки. Если он вкладывал деньги и проигрывал, это был его проигрыш. Если он начинал что-то и выигрывал, это был его выигрыш. Вот это вот одна точка зрения. Вторая точка зрения такая. Народ идиот. Если его не, так сказать, не строить и не говорить им, что делать, и не делать за них, то они, так сказать, не сделают себе пенсионный фонд. Они не будут платить деньги за, так сказать, скажем, страховку за лечение. Они не будут там помогать ближним и того. Поэтому мы, как государство, мы, значит, вот, мы вот эти умные люди, да мы умнее вас, мы создали некую группу, которая теперь распоряжается вашими деньгами. Итак, отдай столько-то денег в пенсионный фонд, столько-то отдай, значит, на хорошие дела, столько-то положи туда и тому подобное. Вот сейчас, так сказать, нам демократы вообще, скажут, ну, не вчера в дебатах, а уже такая у них мысль существует, что надо рацион мяса установить на душу населения, потому что слишком много мяса развивает слишком много коров, они пукают, метан уходит в воздух, и это тоже создает парниковые вот газы, вот эти парниковые эффекты. А, значит, надо уменьшить количество коров, а как давать человеку на неделю не больше двухсот грамм одного этого самого полпаунда мяса? Ему это хватает, они посчитали, и все. То есть, нам будут выдавать карточки на мясо, понимаете, да? У вас пять человек в семье, например, там, четыре, я не знаю сколько, да? Вот дают там, так сказать, четыре талона, каждую неделю ты идешь, и эти четыре талона используешь. Либо используешь все, а потом сидишь без мяса. То есть, абсолютно вот, нам это кажется бредом. Да почему бред? Так сказать, было много стран, которые все это делали, а почему это дело? Потому что нету, или потому что... Я помню, как яйца были вредны в Советском Союзе, люди, которые помоложе не помнят, а пиво только с рядом профсоюз. Ну и тому подобное. Да, 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 да. Леон, у нас еще несколько звонков, давайте попробуем принять, времени остается мало. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Леон, вы знаете, может не сейчас, но как вы относитесь к такой идее? Мне все время приходят письма по поводу того, чтобы помочь помешать Обаме стать генсеком ООН. Мне это просто ужасает, честно говоря. У меня есть вам предложение, выкидывайте это письмо в мусорный ящик. Все, точка. И еще один звонок, добрый день. Слушаем вас. Вот, или вас напишет. Так, что вы говорите? Это опять... Психиатрическую лечебницу выпустили на прогулку? Мама дорогая, бывает такое. Так, три минуты времени осталось у нас. 847-400-5200. Но если вы хотите что-то спросить или что-то сказать, вы предварительно сформулируйте свое предложение. Тут не так, как Боря Тонконоги, который сейчас позвонил и попытался что-то сказать, ничего не получилось. А он бы спрашивал про общественный туалет, нет? Ну, что-то такое попытался сказать. Не знаю, даже не разобрал. Он сам не понял. Я хочу еще добавить что-то. Причем, кто-то позвонит, перерывайте меня, пожалуйста. Значит, вот Камала Харрис, например, утверждает, что медицинское обслуживание – это право граждан. Ну, и, правда, и незаконных иммигрантов. То есть, в любом случае, который находится здесь. Что это значит, вот, право? Мы так говорим, право, право так звучит красиво во всех странах мира. А у нас нет. Как же так? Мы тоже должны. Это значит, что хочет врач или нет. Значит, они обязаны лечить всех, кто к ним пришел. Правильно, да? Ну, у человека право есть. А не очень ясно, что делать с женами врачей. Значит, ждать их дома с обедом. Или, так сказать, искать других мужей. Потому что, так сказать, все, теперь у всех есть право на лечение. Они будут приходить. Или это означает, что, значит, я не знаю, что будут опять отбирать у тех, кто работает, и складывать в какой-то ящик, из которого будут давать потом, так сказать, на оплату этих людей, значит, в которых нет денег на лечение. Я просто действительно не понимаю. Они бросаются лозунгами. А вот, например, значит, наш социалистический коммунист, который поехал, Бердис Андерс, который поехал на свой свадебное путешествие с женой. Они поехали в Советский Союз и вернулись оттуда еще большими поклонниками, значит, коммунизма, чем раньше. Кстати, меня очень удивило бы, если бы его за это время не завербовали. Потому что он какой-то такой вот абсолютно стопроцентный человек, которого надо вербовать. Я думаю, что где-то там в аналах какого-нибудь Комитета государственной безопасности чего-то про Берни Сандерса и есть. Единственная причина, почему его не завербовали, если его не завербовали, это потому что он выглядит таким сумасшедшим, что они могли его испугать. Значит, Камала Харрис также, значит, я наша калифорнийская, я знаю о ней больше, чем о других, значит, она все время, значит, на всех углах кричит, что надо отобрать оружие, включая пистолеты там туда-сюда. А потом вдруг совершенно случайно выяснилось, что когда ее просвечивали на входе в телевизионное интервью, у нее просветился пистолет в сумочке. И говорят, а у вас-то есть пистолет? Она говорит, да, но я прокурор, и на меня могут покушаться, поэтому я хочу, чтобы у меня был пистолет. То есть, она прокурор, она не хочет. Один звонок еще примем, буквально один. И если коротко, то успеем вопросы ответить, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела сказать, что, как один мой знакомый сказал, что, наблюдая за дебатами демократических претендентов на постпрезидента, мне кажется, они представляются группой ничтожных пигмеев на фоне мощной личности Трампа. Это одно, что приходит на ум, значит, вот моему другу. А я бы сказала так, что эти претенденты демократические для меня, они выглядят как дети, причем неумные дети, которые играют в игру, кто лучше обманет. И остается только думать, кто из них циники, а кто из них сам не верит тому, что говорит. Я уверена, что многие из них не верят. Может быть, кроме полного и пожизненного идиота Сандерса. Это первое, что я хотела сказать. И второе, я хотела спросить Леона. Он не ошибся, когда сказал, что когда смухлевали с Сандерсом клинтоновские эти начальники, когда, я думала, что они деньги просто перекинули, которые пришли Сандерсу, перекинули на нее. А Леон сказал, что не только деньги, но и голоса. Да, голоса, они перекинули. И деньги, и голоса, получается, да? Для того, чтобы он, ну, после того, как же все случилось, и когда стало вылезать все это, то его поклонники, как бы, да, начали кричать в суд там и прочее. А ему чего-то такое объяснили, что-то такое предложили, что он сказал, что не нужно идти в суд. И, значит, начал летать тоже в самолете в отдельном, который ему оплачивала демократическая партия. Ну, и кроме того, потом еще жена его купила еще один дом. Да, да, там домик внезапно появился. Спасибо. Спасибо вам огромное. В следующий раз звоните. Леон, и вам огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. До свидания.